здравствуйте мои дорогие зрители уважаемые подписчики и все те кто сейчас смотрит мой канал сейчас мы находимся в комнате и я хотела бы вам рассказать то что у меня сейчас растет из того состава который я как бы укореняла на зиму ну чтобы вырастить из черенков новые растения такие растения как гортензия крупнолистовая розовая гортензия сажала я очень много черенков вот здесь я сажала 4 черенка как видите давайте я понесу ближе как видите из четырех черенков осталось только два черенка я обрезала оставляла по два листа обрезала их наполовину как видите черенки были посажены с тремя почками одна была заглублена почка две почки оставались наверху и две почки были свящие и как говорится по два больших листа ну вот как видите два черенка пропали либо может быть взяты были не оттуда хочу сказать что вот однако корешочки есть у такого черенка и я да причем белые корешочки вот я наверно зря вытащила все таки думаю что надо его попробовать еще раз воткнуть может быть что-то еще из него вырастет но прежде надо обрезать сухие вот эти веточки у него вот поэтому я думаю что я его наверно воткну потому что мне интересно что же дальше будет из него это из этого а вот этот череночек конечно же не пошел он сгнил как видите с него никакого толку нет поэтому я его конечно же удалю вот у меня еще из этой же гортензии были поставлены черенки здесь их было тоже 4 но два пропала а 2 как видите прекрасно себя чувствует это тоже гортензия крупнолистная черенки брались эти немножко тоньше чем вот те черенки и для сравнения просто хотела посмотреть какие же черенки все-таки будут укореняться лучше но как видите разницы никакой не оказалось что там два что здесь два земля бралась здесь у меня земля обычная садовая с песком перемешана а здесь я брала хвойную землю перемешивала с песком тоже но песка была брала очень мало в основном тут хвойная земля скажем так ну как видите здесь растения все же такие листья хорошие и вот даже как видите пошли уже новые у них побеги что еще я укоренела еще я укоренела киви черенков ставилась а здесь пять штук остался только один как видите пустил побеги но листочки и естественно не засох земля здесь тоже садовая пополам с песком еще и пересаживала петунии две я брала петунии в разных горшках одна петуния пропала одна как видите прекрасно себя пока чувствует пустила новые побеги но сейчас я ее поставила на окно мне хочется чтобы отрезали хорошие длинные побеги я попробую укоренить что осталось стало у меня новые растения это полная петуния розовая что еще у меня вот я еще рассказывала что я на зиму георгиния че вернее луковичные опускала восковой раствор я хочу показать что вот сейчас у нас сегодня у нас 7 декабря и как видите луковички гладиолусов прекрасно себя чувствует находится не у меня в комнате не заплесневели абсолютно ничего вот восковой налет у них не пошли в рост ничего но это гладиолусы скажем так еще есть у меня здесь полы цветные но хочу сказать что каллы цветные все-таки начинает вегетировать все-таки в комнате тепло и как видите у них пошли ростовые почки расти конечно не у всех абсолютно не у всех вот но есть такие которые все-таки начали вегетировать что же теперь придется сделать но придется теперь сделать вот что те которые вегетируют луковички их придется конечно посадить какой-то горшочек их тут немного вот и конечно же выставить на окошко для того чтобы они росли потому что им нужен свет иначе они вытянутся и естественно ничего хорошего из этого не будет что еще я хотел рассказать еще я хотел рассказать что есть у меня когда заматывала актинидии так ради интереса положила вот по методу буррито сделала вот череночки которые у меня обломались скажем так когда я подвязывала обломалась хорошая прямо таки ветка актинидии и я решила попробовать на них метод буррито скажем так вот посмотрите что у меня получается обратите внимание видите уже нарос карус и пошли в рост почки вот посмотрите вот видите не на всех конечно вот тут еще ничего нет ну и что-то такое мне не нравится я его не буду выкидать просто посмотрим что дальше будет вот посмотрите какие замечательные корешочки даже вот на таком маленьком есть вот еще ну если кто не знает что такое метод буррито я вкратце объясню вот здесь тоже пошли почки в рост но как видите ничего у них не образовалась никакого колеса я боюсь что вряд ли что с него будет в россии не ну я их не выкину какая разница все равно пропадут а вот эти растения которые вот эти череночки скажем так который имеет все-таки корешки я поставлю в горшке с землей у меня есть вот горшки здесь хранились были растения которые я выкопала так сказать луковичные ну осталось а вот у меня здесь была питунья которая пропала в этом горшочке есть у меня и земля покупная наверное немножко там посажу и немножко в новой земле то есть покупной причем с добавлением перлита но я не договорила вот этих череночках значит вот эти череночки которые у меня не прокрылась ну не пустили они-то пустили но очень так скажем плохие и я думаю я их еще подержу чтобы были больше побеги опять я завернул во влажную а так я хотела рассказать что все таки такой метод бурита если кто не знает значит метод бурита заключается в чем нарезанные на определенные на определенную длину черенки заворачиваются во влажную газету в несколько слоев желательно не в один слой тут у меня две газеты вот сбрызгиваются водой до влажного состояния не до мокрого чтобы не текла с них вода вот именно до влажного состояния заворачиваются и ложится полиэтиленовый пакетик это вот у меня здесь в одной газете тут у меня есть еще газетка я конечно это делала не для того чтобы просто показать или что я делала это лично для себя но опыт оказался интересным их конечно же я решила вам показать что получается из такого опыта я не знаю что выйдет вообще из этого всего но мне самой интересная честно говоря я не пробовала таким методом укоренять акте нити потому что они у меня были молоденькие розы да я делала таким методом и у меня получилось и на розах вот посмотрите что интересно вот как видите колес образовался и нижней части и в верхней части что же нам сделать в таком случае я думаю что нужно попытаться посадить черенок ну как бы даже честно говоря не знаю хорошо бы было сделать загибом и я думаю что это и тубы пошло расти корешочки и пошло бы расти растение ну я конечно попробую что из этого получится как видите в этой газетке тоже пошли вот найти нарос колес скажем так очень даже интереснее вот здесь тоже начал нарастать вот ну я воткнул все это дело в землю конечно но просто не а вот тут даже как видите образовался корешок вот интересно видите корешок образовался именно там я согнутое растение вот интересно даже мне вообще-то первый раз я такое вижу а согнутая была потому что она актинидия это росла огибая у меня проволоку толстую и конечно распрямить это я уже не смогла вот как видите она была с таком согнутом состоянии вот придется мне его так и посадить как бы согнутом состоянии как видите зеленые черенки к сожалению хотя вот как видите почечка тут есть вот она начинает уже вегетировать значит еще не все потеряно мы еще положим посмотрим что из этого получится а вот те которые вот имеют уже хороший колюс я конечно же оставлю ну то не как видите полопались даже кора у них полопалась а почечки начали вегетировать то что мы положим посмотрим что из этого получится а вот эти которые имеют хороший колюс мы конечно же этот можно еще вот подержать мы конечно же поставим вот посмотрите какой замечательный колюс и даже вот пошел расти побег уже у колюс и тут тоже есть вот как его укоренить кто его знает где вверх а где низ даже не знаю честно говоря вот так и этим опять замотаем и будем смотреть что будет дальше с этими растениями вот мои дорогие садоводы и огородники я сейчас посажу и покажу вам есть у меня еще здесь луковичное это так называемый картофель батат который сохраняется в комнате в газетке и честно говоря я уже не очень-то хочу его сажать ну это у меня такого прям интереса к нему на вкус мне он мне очень нравится вот ну как говорится это наверное ну так на всякий случай сохраняется выживет выживет вообще выживал всегда и тут вот у меня еще есть луковица георгин вот тоже как видите луковица прекрасно себя чувствует я их ничем не обрабатывала просто вымыла высушила и все ну не знаю сохраняется лимит в комнате конечно у меня не сильно прохладно тепло где-то 15 градусов и так мои дорогие зрители каллы я вот посадила в горшочек и оказалось две луковицы такие которые уже прямо хорошо вегетируют так сказать в горшочек и я решила их разделить четыре я посажу один горшочек а четыре в другой земля у меня здесь значит покупная обогащенный грунт для всех видов растений вот и добавлен перлит но где-то наверное на вот этих два горшочка емкость у них где-то литра литр наверно я добавила где-то примерно три столовые ложки перлиты размешала но и разделила на эти горшочки размешивала я в ведерочке трехлитровом что теперь я буду делать так как свет у меня был не очень яркий я решила еще включить свет значит что теперь я буду делать я значит вот такой отверточкой вот у меня есть отверточка я сделаю отверстие это отверточка для чего для того чтобы аккуратненько воткнуть череночки и естественно посадить их вот я сейчас сделаю мне нужно сделать пять отверстий вот это вот для этих вот вот раз два три четыре ну и пять я не буду сажать их слишком близко друг к другу как бы в шахматном порядочке будет располагаться эти отверстия это для чего делается для того чтобы не нарушить колюс сильно глубоко я заглублять не буду ну заглублю где-то наверное вот до следующей до 2 почечки примерно ну вот таким образом сейчас я вам покажу вот так это я буду сажать полу наклонно и естественно прижму хорошенечко землю вот и вот таким образом я посажу все пять растений вот так вот примерно я не знаю что из этого конечно получится ну посмотрим вот как видите здесь не получается до почечки потому что большое пространство между ними ну вот посмотрите здесь у нас получилось как бы колюс сверху и внизу естественно я поставлю только колюс который вот веточка как бы смотрит вверх поэтому колюс конечно поставлю я вот этот чтобы веточка оказалась вверху а та уже наверное будет у нас как бы не давать высыхать растению скажем так ну и еще одно вот это растение ну вы понимаете какое дело вот это растение вот этот череночек мне очень интересен чем? у него как бы двойной колюс поэтому я его наверное отложу пока я хочу их отдельно а посажу вот это растение у меня здесь с одним колюсом вот и я его посажу заглубляя до второй почечки вот таким образом также я сделаю сейчас 4 отверстия в этой емкости и покажу вам что я дальше сделала итак дорогие мои зрители те что я первые посадила я их вот поставила в пакетик тут у меня немножко отверстия чтобы все таки не собирался конденсат все таки стоят растения в комнате здесь у меня не очень прохладно скажем так тепло и естественно будет собираться конденсат и в то же время это как бы будет проветривание что же мне пришлось сделать с другими четырьмя черенками я вам показывала что там на них образовывался с двух сторон карус поэтому что я сделала вот обратите внимание я их согнула дугой как видите ну этот вот этот череночек где корешочек был я просто так пришлось посадить из-за того что все таки корешочек вот тут вот а вот эти другие черенки черенки вот тут я согнула в двух местах в землю опустила здесь тоже как видите в двух местах и здесь тоже прижала землю земля у меня влажная не сырая просто влажная вот и я теперь не буду ее очень долго смачивать до тех пор пока не увижу что она сильно подсохла а сейчас я тоже закрою пакетик завяжу напишу сегодняшнее число и потом буду следить что из них получится и конечно же вам все это потом покажу вот будет интересно удастся ли этот эксперимент или ну это будет просто неудавшийся эксперимент посмотрим мои дорогие зрители итак мои дорогие зрители я как видите написала сегодняшнее число на обоих пакетиках завязала их сейчас я поставлю их на полочку такую сейчас я думаю не нужно сильно большой свет надо чтобы они немножечко как бы дали корешочки вот думаю что я поставлю их вот пожалуй сюда возле своих горшков с цветами на полочку здесь им будет тепло не совсем темно потому что у меня всегда горит здесь днем лампа дневного света здесь будет я думаю вполне пока достаточно ну а если они пойдут в рост то конечно же я их переставлю на окно вот и буду смотреть но это будет все потом а на этом мои дорогие зрители позвольте мне закончить сегодня свое видео всего вам доброго до свидания ません что это очень очень и прикольное что я